Это генерал Ягин, это легендарная социалист, который стал бригадным генералом уже в Израиле. Пожалуйста, расскажите что-нибудь интересное, что вы помните во время войны. Что вам запомнилось особенно? Я помню только одну вещь, что мы очень тяжело воевали, это был ужасный бой. Немцы хотели уничтожить нас, но знаете, нас евреев уничтожили, но победу мы победили. Мы выиграли эту войну, но евреи это проиграли, потому что 95% евреев европейских убили, но войну выиграли. Но стало чудо, что евреи стали с пыла, приехали в Палестину, там воевали, но и тоже мы получили свое собственное государство. Это самое важное. Сейчас мы имеем прекрасное государство Израиль, живем в свободе. Приняли там у нас полтора миллиона евреев из России, ну и Амистер Айл-Хай. Скажите, пожалуйста, какой бой вам больше всего запомнился? Что ваши чувства? Расскажите, вспомните что-то? Бой, бой, самый бой, как бы подступление имели под Белой Церковью. Там нас немцы взяли, окружили и бомбардировались. Но мы как-то очень тяжело, я там был немножко ранен, я имел там счастье, потому что я был в окопе, захотел пить воду, и я не нашел фляжку. И спросил там медсестры, если у тебя вода, она сказала, да, приходи ко мне. И я пришел, и в воду в этом минуту бомба пала на мой укол. Но она говорит, видишь, если бы не пришел ко мне, так бы уже это был мертвый. Это не все. Нас привели бровары, и там привел к нам учёсов. И он нам песни, в середине свой джессом, да, дал концерты, пел песню мамы, дочка. И я заметил, что эта медсестра плачет. Я подошел, почему ты плачешь? Ну, я еврейка, вы видите, а я еврей. Это случай, были больше, много случаев. А еще один, еще один. Были боя, потому что я пограничник. Первый бой, 5.30, началась война. Только мы не имели приказ стрелять. И мы стреляли без приказа, потому что было очень тяжело. Перемещ проходил три раза с рук до рук. Первый бой очень тяжелый. И отступление было. Что я могу сказать, а после наступления, да, это было очень красиво, как это уже настали наступать. Но и до Берлина. В Берлине я был в 30-е ранее ночью, ну и уже не мог до конца быть, был в госпитале. Но это был ужасный бой. Одно я могу сказать, что евреи знали, почему они борются. Мы не знали, что случилось с нашими гражданами, с нашими родителями. Это была сгроза, как мы узнали, что все это убили. Меня убили 14-15 людей, убили 14. Я остался сам. Из большой семьи, 850 человек остался сам. Но я сейчас доволен. У меня есть семья, сын, пять внуков. Но я добился моей работы в Израиле до ступени генерала-майора Устапова. Да, так что, вот и сейчас я счастлив здесь быть, на приеме, был в Кремле, на параде. Это для меня, это исторически. А у кого были? Вы президенты? Президенты, да, в Кремле. Что он вам сказал? Ну, сказал, что он рад видеть нас, ветеранам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова